Я насчитал 13 рифм. Ладно, продолжаем. Вот представь ситуацию. Я прихожу в парфюмерный магазин, чтобы выбрать себе аромат. Ко мне подбегает консультант, естественно, задает кучу вопросов. И, естественно, главный из них первый – что вы хотите? Туалетную воду, парфюмерную воду, духи? А я аромат хочу, понимаешь? Я не знаю, что ему ответить на этот вопрос. Вот как можно ответить на этот вопрос? Вопрос-то вполне логичный, но не будем углубляться в рассуждение и узнаем у Ирины Вобещевич. Так в чем же отличие и нужно ли их знать при выборе парфюмерии? Когда девушки приходят за ароматом, мы подбираем его так, как дополнение для какого-то образа, для создания настроения. То есть аромат – это то, что помогает нам раскрыть себя, то есть то, что делает нам настроение. Анель-консультанты, как никто, разбирается в парфюмерии. Ее задача – угадать предпочтение покупателя. Но для многих нет разницы, чем отличаются духи, туалетная вода и парфюмерная вода. Меж тем отличия все же есть. Вы знаете, все зависит, конечно, от концентрации парфюмерной композиции, из которого состоит тот или иной аромат. Духи – это парфюмерное средство на основе спирта и душистых веществ. Главное их отличие от других парфюмерных продуктов – высокое содержание эфирных масел – 15-30% и более. Растворенных в почти чистом спирте – 96%. Отсюда и особая стойкость духов. В соответствии с требованиями запах на коже держится до 5 часов, а надушенная одежда благоухает до 36 часов, сохраняя легкий флер, аромата практически до бесконечности или до первой стирки. Парфюмированная вода – концентрация. Это от 10 до 20% парфюмерной композиции. Что касается стойкости аромата, это все очень сугубо индивидуальные моменты. То есть невозможно сказать точно, сколько будет по стойкости аромат туалетной воды или парфюмированной воды. Теоретически, конечно, есть определенная таблица стойкости, но на стойкость влияет очень много факторов. Очень много. Это факторы влажности, температуры нашего тела, температуры влажности окружающей среды, климата. Конечно же, это от нашего обоняния зависит, от нашего восприятия аромата и от того, как наша кожа его воспримет. То есть, говорит эксперт, парфюмерная индустрия сейчас шагнула настолько далеко, что нельзя точно угадать стойкость аромата в зависимости от концентрации. Как и стоимость сегодня определяет не только концентрацию, но и целый спектр факторов. Замыкает тройку ароматов туалетная вода. Туалетная вода – это максимально мягкий, прозрачный аромат, и концентрация у него составляет от 5 до 10%. Аромат очень шлейфовый и очень легкий. Максимальная концентрация, уверяет Анель, нисколько не умаляет достоинства туалетной воды. Все границы и стереотипы сегодня стерты, и только настроение может диктовать, что сегодня мы нанесем. Уже нет никаких конкретных рамок и ограничений по концентрации, по ароматам, которые мы будем предпочитать носить именно в дневной период или в вечерний. То есть, все зависит, опять же, только от нас самих, от наших пожеланий, от наших предпочтений и от нашего настроения.